МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фьюстия. Ты не узнаешь, пока не увидишь. Каждый день наша любознательность приводит нас к открытиям, вдохновляя на новые и новые свершения. Но как много вещей, которых вы еще не знаете. Да вы не узнаете, пока не попробуете. Это и относится к нашей программе. В эфире телеканал НТК. Новое шоу «Поминь меня». Меня зовут Ренат Сафарголов. И мы начинаем. Начинаем, знакомимся с командой, которая находится справа от меня, команда «Есфирь». Давайте поаплодируем и встретим нас в пьедестале. Весело, заборно на сцене появляется команда девушек. Здрасте, девушки. Желаю вам удачи. Сейчас совсем скоро я познакомлюсь с вами и объясню правила нашей программы. Ну а слева от меня команда «Чимбонавты». Давайте поаплодируем им. Вот так буквально легко они забежали сюда. Ребят, здрасте. Очень рады вас видеть на нашем канале, на нашей программе. Пусть победит сильнейший. Перед тем, как мы приступим к условиям программы и к самой игре, я бы хотел поздравить и вас, дорогие, и вас, дорогие друзья, и вас, дорогие телезрители, с наступающим Днём Независимости Республики Казахстан. Замечательный праздник для всей страны. Можно ему поаплодировать. Поздравляю всех казахстанцев и гостей нашей страны. Ну а теперь к нашей программе «Пойми меня». Первый тур «Угадай слово». Здесь я вам дам слова. На выбор сначала вам, потом вам. И вы должны будете ознакомить это слово, рассказав о нем вашим коллегам по команде. Если нельзя, нельзя говорить однокоренные слова, нельзя использовать жесты, и нельзя говорить то, что до этого сказал игрок по вашей команде. Всё понятно? Всё понятно. Мы начинаем первый тур-шоу «Пойми меня». Знакомимся с командой «Есфирь». Ну и для начала, для непросвещенных, для меня. Да, Ринат. Кто это? Что это? Откуда это? Зачем это? Где это? «Есфирь». На самом деле это женское имя. Конечно, я буквально каждый день встречаюсь с девушками по имени Есфирь. И первой в истории обладательности этого имени была еврейская царица. Так, уже хорошо. Которая спасла свой народ своей красотой, но и, главное, мудростью. Вы сейчас хотите спасти свою команду красотой и мудростью? Конечно. Твоя история хорошо закончилась или её расстреляли? Хорошо, конечно. Хорошо закончилась. Спасла, всё нормально. Своей смертью. А. В возрасте 97 лет. Ну, примерно так. Давайте представляйте свою команду. Кто девушки, чем занимаются, почему они сегодня в вашей команде, в единой команде? София. Это наш врач-косметолог. Так, врач или косметолог? Она врач-косметолог. Врач косметолог. Через дефис? Через дефис, да. Отлично. Несмотря на свой юный возраст, она уже ассистент многих... Хаги, 13. Конечно. Она ассистент многих операций по пластической хирургии. Ассистент многих операций по пластической хирургии. На самом деле, все это мужики стоят. Увеличить, уменьшить, удлинить. Пожалуйста. Это к ней. Почему вы сейчас на меня смотрите при этих словах? Больше здесь никого нет. Почему не на... Вот, команда... Хорошо. А, серьёзно. Хорошо. Хорошо. Мы не одни здесь, да? Хорошо. Дальше. Дальше Вера. Мало того, что она прекрасный нейл-стилист, она ещё певица и участница суперставки. Да. Да? Вот так. Занимается своим делом, но и припеваючи. Да, да. Поэтому, ну, хорошо. Оля. Оля. У нас дипломированный хэр-стилист. Наконец-то я услышал о первом специалисте с дипломом. Между прочим, участница многих конкурсов парикмахерского искусства. Боже мой. Вот Оля. Вот это статус. Наконец-то Зарина. Мало того, что красавица. Видно, да? Ой, вижу я, да. Спортсменка. Баскетбол. Сборная Казахстана. Ну, это в прошлое. А на сегодняшний день она высоко квалифицированный мастер по телу. Мастер по телу? Да. То, что мне нужно, собственно говоря. Ну, вы же не понаслышке знаете о тайском и разных там других массажах. Капитан нашей команды Наташа Масликова. Чем занимается Наталья? Наталья Масликова дипломированный, высоко дипломированный. Международный специалист. Международный? Да. Ничего себе. Международная команда. Почему? Вы видите, великолепные волосы. А, по волосам все-таки. Конечно. Все, вот теперь я понял. Желаю вам удачи. Одевайте наушники. Ну, а мы с капитаном с вашим поиграем. Да. Одевайте и поворачивайтесь туда. Да. Слушайте музыку. Первый тур. Прошу ознакомиться с двумя словами и выбрать одно. Окей. Это слово «лук». Вы готовы? Да. Время. Стой одежек, тебе без застежек. Плачешь от него. Лук. Принято. Овощ режешь. Нож. Овощ. Овощ режешь. Овощи рез. Правильно. Слезы. Лук. Сидит дед, что ж упадет. Кто его раздевает. Что это? Горький овощ. Перец. Труглый. Много-много шелухи. Лук. Принято. Я вас поздравляю, повторов не было. 40 баллов без 40 возможных. Мне просто интересно, почему лук только лишь овощи? Почему? А где этот? Ой, да. Ротбин. Тупо право. Ну, мы с девушками. А кто подсказывает? Я не подсказываю. Я объективный человек, конечно. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Ну, как показала игра командный эсфирь. Команда серьезная. Но, я так понимаю, вы не менее серьезные ребята. Чем занимаетесь? Кто-то что спустили с горы, вот буквально на передачу приехали. Приехали? Да. Это ваши там лыжи или сноуборды стоят? А, кстати, давайте сразу разберемся. Сноуборд, лыжи? Значит, у нас вот пять человек. Из них три лыжника и два сноубордиста. Как вы уживаетесь? Да, легко. Потому что мы близкие друзья. Но так мы иногда... Ездим по разным странам. Да, по разным странам ездим. По разным странам, да. Ты в Астрию. Я в другую. Отдыхаем друг друга. Хорошо. А почему название-то интересное такое? Чимбанавты. Название относится к тому, что мы очень любим наш горнолыжный курорт Чимбулак. Все на нем каждый год катаемся. Как только выпадает снег, открываем сезон, активно принимаем участие в этих спортивных различных... В ноябре месяц, да. Ну, в зависимости от того, когда снег выпадет. То есть уже катаетесь? Уже катаемся, да. На пакетах сейчас катаемся, на роликах катаемся. На великах. А вот велосипедисты все абсолютно, поэтому мы ведем активный образ жизни. Что касается авты, это относится не к алкоголю, а относится к космосу. То есть Чимбанавты ближе к космосу, на Чимбулаке, на лыжах бороздим просторы нашего Чимбулака, сечем снег. В общем, вот так вот. Я понял все. Я понял. Представляете свою команду, Руслан. Вот этого гражданин зовут Андрей, он у нас аудитор, очень серьезная компания, не буду говорить какой, это секрет. Господин Олег, он у нас мастер-рекламщик, мастер-приемщик, мастер-рекламщик. Яровой, ну, как бы мы его так называем, это наш друг. Яровой, да. Яровой, Сергей. Он у нас банкир. Памильярный. Да, серьезный банкир. Хороший вид спорта, все уже... Теневой банкир такой вот прям, ну, тоже спортсмен, лыжник. И в конце нашей очереди находится наш друг Александр. Он дизайнер. Вот, тоже довольно-таки... 3D-шник, 3D-максник, я не знаю, как это... Да, по футболке видно, что там написано. Лотто. Сам нарисовал для передачи. Много работы было написано. Он всю ночь готовился, и вот рисовал спермы. Кто представит капитана, чем занимается капитан, тем работает, помимо того, что катается на... Не, не надо. Капитана, представлю я. Давай, Андрей. Это наш общий друг Руслан. Мы, как вы поняли, уже все друзья. Мы вот катаемся, как он сказал же, на лыжах, сноубордах, велосипедах, на всем, чем можно кататься. Он занимается по большей части. Он, кстати, еще бывший ватерполист спортсмен. Поэтому он универсал такой. Всем, чем можно было, он занимался, да? Всем, чем можно, всем занимался. А в жизни кем работает? В жизни он бизнесмен. О! Классно, я тоже хочу кататься и параллельно еще быть каким-нибудь крутым бизнесменом. Это, по-моему, здорово. Ребят, я желаю вам удачи. Одевайтесь, пожалуйста, наушники. Мы начинаем игру в первом турии с вашей командой, командой Чимбанавты. Итак, одно слово уже было отгадано. Теперь достается вам это слово. Это слово группа. Вы готовы? Да. Время. Вконтакте есть сообщество, а есть группа. Принято. Солист Цой кино, а перед этим как название? Группа. Песня на рукаве. Группа крови. Кровь. Группа. Группа. Мы кто? Все вот пятером. Друзья. Еще по-другому. Товарищи? Нет. Друзья, товарищи. Людей. Компания. Время. Еще. Время, 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 время. К сожалению. Группа. Не успел, не успел. Но, по-моему, там были самые сложные, самые сложные объяснения в конце последним игроку. Потому что этого было очень понятно. Банкиры всегда все сложно. Банкиры как-то издалека решили зайти. Мы кто? Группа. И ты что, хотел, чтобы у вас разница? Группа? Вы так себе представляете объяснение слова группы? Я вас поздравляю. 30 баллов мы готовы принять. 30-40. Аплодисменты. Да, аплодисменты. Небольшая фора держится. Небольшая фора держится. Мы продолжаем игру в первом, то есть команда и чембанавты. Я попрошу поменяться. Руслана в конец встать. Андрей, подойди ко мне. Да, Руслан, можно снять ваши солнцезащитные очки. А чтобы наушники вам удобнее было, лучше всего снять. Да, вот так. Вот прям хорошо. Он просто не может отвыкнуть. Маска прилипает. И вот так комфортнее. Ну да, он в своем домике. Одевайте, пожалуйста, наушники. Продолжим играть. Сейчас выбор уже предстоит сделать вам. Одевайте, Олег. Наушники поворачивайтесь. Слушайте. Стекло. Слово стекло. Время. Из чего делают бутылки? Стекло. Тара, где хранят водку. Водку. Кувшин. Бутылка. Из чего она сделана? Одень. Из чего она сделана? Окно. Очень легко бьется, в раме стоит. Фотография? Оконное. Стекло? Да. В окне стоит окно, рама. Окно. Время. Был повтор на втором игроке. К сожалению, мы не принимаем еще и один ответ. 20 баллов вы зарабатываете. Прибавляем. Все же неплохо. 30 баллов вы зарабатываете. 50 баллов вы зарабатываете. В треке 40 у команды есть тверь. Меняйтесь, пожалуйста, местами. София сейчас подходит ко мне. Анталия идет туда. Конец. Одевайте, пожалуйста, наушники. Продолжим играть. Выбора, к сожалению, у вас сейчас нет. Слово? Воздух. Воздух. Время. Мы дышим. Воздух. Вода, земля, море, самолет летает, небо, воздух. Чем мы дышим? Воздух. Кондиционер дует. Воздух. Повторов не было. 40 баллов зарабатывает команда «Есфель». 80 против 50. Ну что ж, да, пока, конечно же, без потерь практически идет команда «Есфель». Именно с вами я и продолжу игру в первом туре. Меняйтесь местами. Ко мне идет Вера. Нет, 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 нет. Вы туда. Да, да, да. Передвигайтесь ко мне поближе. Готовы? Одевайте, пожалуйста, наушники. Пойдем ко мне сюда. Выберем с тобой одно слово. Вот два у меня таких прикольных слов. Это слово «батарея». Готово? Время. Я сушу свои вещи зимой на балконе. На сушке. Еще. Греет. Батарея. Отопление. Тепло. Откуда идет тепло? Батарея. Далее. Гармошка и вид железная. Как? Железная арбатура на вид гармошка. Батарея? Радиатор? Батарея. Батарея? Дома обогревает железное. Батарея. На четвертом игроке был повтор. Да. К сожалению, мы не принимаем один ответ. 80 плюс 30. 110. Вы финишируете именно с таким показателем. Да. Отлично. Из максимальных 120. Чембонавты. Вы пока проигрываете? Давайте, Андрей. Мы тоже. Меняйте местами с Олегом. Олег, будем играть с вами. Одевайте, пожалуйста, наушники. Выбора нету, поэтому вам достается слово. Диплом. Готовы? Готов. Время. Ты закончил учебу, получил диплом. Николай, я тебе. Выдают по окончании вуза. Диплом. Ты закончил универ. Тебе дали. По окончанию какой-либо учебы ты получаешь? Диплом. Есть. У вас три повтора. Окончание. Закончил. Да, да, да. Всего лишь 10 баллов мы можем засчитать. Срочно на горы сейчас поедем снимать стресс. Срочно, да. 110 у Есфир и 60 чембонавты. На этом мы заканчиваем первый тур. Сейчас мы утолим нашу жажду, а потом начнем тур фантомима. Я прошу, уважаемые участники, спускаться в Асмис. Именно там и пройдет этот тур. Закончил первый тур. А пока команда чембонавты проигрывает. Но, как показывает практика, этот тур все переворачивает с ног на голову. Тур называется «Пантомима». Сейчас вы дадите мне человека, который лучше всех владеет языком жестов и умеет объяснять. Популярная детская программа «Крокодил». У нас она называется «Пантомима». Я начинаю играть с командой чембонавты. Кто пойдет ко мне? Андрей у нас. Андрей, давайте. Делегируем Андрея. Делегируем Андрея. Андрей, пожалуйста. Андрей, Андрей еще ничего не сделал. Уже хочет аплодисментов, как Стас Михайлов прям. Дайте, дайте мне, уважаемые. Итак, посмотри, пожалуйста, на экран шесть категорий. Сейчас вам нужно будет выбрать одну. В этой категории есть дети слов. Ребята будут вам показывать слова из этой категории. Вы будете отгадывать каждое слово. Я буду засчитывать, когда я его услышу. Итак, давайте категорию. Джунгли, пикник, все белое, все черное, военное, природное явление. Все черное, все белое. Это что-то связанное либо с цветом, либо устойчивое словосочетание. Черное, золото, белое, вино. А слова существительные? Слова у нас, конечно, место имения везде. Существительные, существительные. Военное тогда дело. Служили? Надеюсь. Служили, ответ, надеюсь. Ну хорошо, желаю вам удачи. Пойдемте на мое место. Отсюда никуда не уходите. Ни шагу назад, ни шагу вперед. За вами следит снайпер. Чебанав, ты, вы готов, ты? Чебанав, ты, вы готов, ты? Да, отлично. Все, готов? Готов. Тогда время. Встаем и показываем. Танк. Принято, дальше. Погоны. Принято, дальше. Граната. Принято. Наградной знак, медаль. Габарипас. Пас. Дальше. Ружье. Снайпер. Принято, дальше. Каска. Фуражка. Пилот. Принято. Самолет. Принято. Пулемет. Принято. Медаль. Орден. Принято. Вернее, принято. Мой. Наконец-то команда чебанавты собралась. Не смогли показать только, по-моему, жетон. По-моему, жетон кто-то не смог показать. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю тоже показать. Сергей пилотку показал, знаете, ой-ой-ой. 80 баллов благодаря Андрею команда чебанавты. Присаживайся, Андрей, молодец. Команда Есфирь, кто? Да, давайте, 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 давайте. Вера встает рядом со мной. Выбирает категорию природные явления, джунгли, пикник, все черное, все белое. Идти будем играть. Будем играть в категории пикник. Пикник. Хорошо. Часто бываете на пикниках? К сожалению, нет. Есфирь вообще часто тебя тимбилдинги делаются? Да. Да? Хорошо, буду ждать приглашение. Категория пикник, прошу вас стать на мое место. Готовы? Команда удачи. Время. Корзина. Принято. Шашлык, мангал. Принято. Далеко не выбегайте, девушки. Мяч. Мяч, пас. Дальше. Еда. Мусор. Мусор. Нет, пас. Дальше. Покрывало. Плед. Принято. Пас. Манга, эти, шампура. Принято. Время. Подушка. Время, время, время. Последняя была палатка. Последняя была палатка. То, что Залина вам показывала до этого, это одноразовая посуда была. А как же я не догадалась. София вышла, постояла и думала, именно так выглядит гамак. Так выглядит. Я поздравляю вас, 40 баллов вы зарабатываете. Спасибо. Пожалуйста, присаживайся. Я продолжу играть с командой «Есфирь». Кто пойдет и продолжит со мной вместе? Можно, Залина? Я себя сейчас ощущаю солистом группы «Непара» сейчас. Они знакомы давно, но видно, не суждено. Продолжается второй тур с командой «Есфирь». Природные явления джунгли. Все черное, все белое. Все черное. Все черное. Я желаю вам удачи. Вставайте на мое место. Отсюда никуда ни шагу. Готовы? Время. Пас. Черный квадрат. Принято. Туча. Молния. Пасуйте, Залина. Пас. Огонь. Огонь, пламя. Пас. Дальше. Одежда. Пиджак. Юбка. Платье. Платье принято. Пантера. Нет. Окошко. Принято. Очки. Глаза. Очки. Глаза принимаете. 40 баллов мы засчитываем команде. Диасырь. Прикольно, когда Оля показывала на себя. Там были очки, потом глаза. 40 баллов. Я поздравляю. Присаживайтесь. Залина, вы большая. Молодец. Чимбанавты. Давайте. господин Яровой ко мне пришел. Давайте посмотрим. Природное явление джунглей все белое. Джунгли. Джунгли зовут. Я желаю вам удачи. Команда Чимбанавты, сосредоточьтесь. Итак, джунгли время. Питон, змея, лиана. Риана, принято. Банан. Принято. Обезьяна. Шимпанзе. Дальше. Пас. Дальше. Кокос. Пас. Дальше. Змея. Принято. Дальше. Охотник. Принято. Обезьяна. Дальше. Страус. Павлин. Это был... Это... Кто? Кто это? Попугай. А заметили, как гениально показывает Руслан? Да. Сначала так показал Тарзан, а потом точно так же показал Обезьяна. Молодец. Давай услышим, какое количество баллов зарабатывает команда Чимбанавты. 50 баллов. Поздравляю, поздравляю. Присаживайтесь. Ну, во-первых, второй раунд выиграла команда Чимбанавты. Второй тур выиграла, да? И уникальная ситуация. Счет 190-190, ребята. Да, да, да. Очень, очень... Практически невозможные вещи вы сделали в нашей игре. Вы сравнялись, проигрывая 50 или 60. Я уже точно сейчас не помню. Поэтому все решится в последнем третьем туре, который называется Ассоциацией. Совсем скоро на канале НТК. Третий тур. Итак, счет 190-190. Все решится именно сейчас в туре, который называется Ассоциацией. Объясню участникам. Сейчас вы выберете самого фантазийного человека, большого фантазера, который сможет дать мне слова Ассоциации на то, что я ему предложу. Он скажет мне 4 Ассоциации, а остальные игроки, когда я скажу время, должны будут максимально точно попасть в Ассоциации, которые до этого сказал капитан. Давайте определимся, кто будет начинать. У нас 190-190. Мы начинали отсюда. Отсюда как мы сейчас определимся? Девушкам предоставим, конечно. Уступаем, девушкам. Типа мы джентльмены, да. Но на самом деле хитрите, друзья, хитрите. Кто пойдет ко мне и будет разговаривать со мной по поводу. Вот, отлично. Друзья, одевайте тогда, пожалуйста, ваши наушники, поворачивайтесь туда, а мы с Натальей тогда выберем сейчас слово. Вот так два слова достаются вам. Вот она. Итак, скажите, Наталья, какие Ассоциации вы можете мне сказать, когда слышите слово лето? Солнце. Солнце. Пляж. Пляж. Отпуск. Отпуск. Ну, давайте путешествие, что ли. Солнце, пляж, отпуск. Что-то как-то вот с отпуском оно, да? Да. Как-то не очень. Не очень. Да. Солнце, пляж, отпуск. Подскажите уже мне. Я? Ну да. Я не могу. Почему? Солнце, пляж, отпуск. Очки, может быть? Давайте очки. Или арбуз. Ну, навряд ли, да. Ой, не, арбуз. Очки? И очки, мне кажется. Солнце, пляж, жарко, может быть? Жара? Уже давайте жара. Жара. Алмата, давайте. Солнце, пляж, отпуск, жара. Пойдемте ко мне. Вот сюда вставайте. Вот здесь я спущусь еще ниже. Уважаемая команда Естверь. Да, убирайте, пожалуйста, наушники. Какие ассоциации у вас вызывает слово «лето»? Время. Жара, небо. Дальше. Море, песок, тепло. Дальше. Солнце, пляж, отдых, развлечения. Дальше. Даша, дача, фрукты, загар, красота, солнце. Еще можно? Да. Время. Солнце. Возникла ситуация, когда Вера назвала слово, которое было у Натальи, но она назвала не в свою очередь его. То есть когда уже, в принципе, все игроки закончили, она назвала слово «отпуск». 30 баллов, 30 баллов, а так была бы возможность максимум. Да, молодец, Наталья. Ну, на самом деле сейчас все зависит только от вас. Кто берет на себя эту ответственность? Да, капитан. Ну, давайте, чембанавты, одевайте наушники. Пойдемте ко мне сюда. Вам достается вот это вот слово. Какие ассоциации, когда вы слышите слово «страна»? Казахстан. Конституция. Президент, соответственно. Конституция, наверное, достаточно сложное слово. Вот президент, Казахстан, да, оставляем. Конституцию не берем. И это мой совет, вы можете взять. Да? Да. Так, и еще «страна», «страна», «страна». Ну, давайте родину возьмем. Президент, Казахстан, родина и... Патриотизм давайте возьмем. Сложно. Да. Просто, может быть, патриот просто? Можно патриот. Казахстан, родина, патриот, президент. Вы готовы? Да. Услышать, насколько хорошо вас чувствуют и понимают, Команда «Чибанавты», снимайте наушники. Ассоциации, когда вы слышите слово «страна», «время». Государство, президент, флаг, гимн, территория. Конституция, закон, порядок, армия, суверенитет. Дальше. Народ, флаг, герб, история. Дальше. Родина, паспорт и столица. Итак, готовы результаты игры. Я хочу сказать, что в последнем раунде команды «Чибанавты» мы приняли только два ответа. 20 баллов. Итак, дорогие друзья, счет 220-210. Вручаю я сегодня дипломы за участие в нашей «Софии», Ольга, Залина, Наташа и Вера у участники Сергей, Олег, Андрей, Руслан и Александр получают дипломы. И «Фьюсти» дарит подарок победителю. Это сертификат на посещение кулинарной школы. Ну вот вы же девушки, которые умеют дарить красоту, а сможете потом еще и баловать своих мужчин кулинарными изысками. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, поздравляю команду «Есфель» с победой. Великолепная команда «Чибанавт». Давайте поаплодируем друг другу. Мы заканчиваем эту игру. Это была хорошая, добрая игра. Помимо меня, утоляйте свою жажду, утоляйте свое любопытство. Приходите или смотрите нашу программу на телеканале НТК. Я обращаюсь с вами. До новых встреч. Пока. Давайте поздравим друг друга. Давайте поблагодарим друг друга замечательной игрой. Спасибо большое всем. Это была хорошая игра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok